Третья серия Москва Тюмень маршрут пройдет через Нижний Новгород этот участок будет без ускорения и Кстов на этом третья серия закончится сейчас прокомментирую отвечу на некоторые комментарии которые поступили к этому времени Екатерина Васина написала к видео лучшие места для отдыха это я заезжал в мотель Омич в Омской области одно из лучших мест на мой взгляд для отдыха это видео старое уже были корректировки с моей стороны что цены там начали поднимать качество пищи немного ухудшилось но вот такая вот информация об этом месте так далее Екатерина Васина пишет опять к этому видео да сейчас по всем дорогам хорошие стоянки с теплыми туалетами душевыми стиралками кафешками но я бы не был так категоричен что везде посмотрите видео вы увидите какие условия для тех кто отправляется в дальнюю поездку и двигается например с семьей далеко не везде далеко не везде вот есть такие места для отдыха вот кроме мотеля Омич на границе с Тюменской областью есть мотель уют там достаточно комфортно там можно остановиться приемлемое место для семьи для тех кто отправляется с детьми с родственниками в дальнюю поездку вот есть еще в забайкалье я как-то готовил видео по мотелям по местам стоянки для ночевки для привала ну начиная от мурманской заканчивая владивостоком якутском от нижнего артовска до крыма до сочи но к сожалению случилась беда я уже об этом рассказывал уже когда видео было практически готово у меня похитили ноутбук и вся информация к сожалению пропала восстанавливать заново но это очень тяжело да это делать не буду просматривая видео вы сами можете определить более менее приемлемые места записать координаты ну и иметь на вооружении эту информацию саша уральский через кострому киров уже страшно ехать да нет не страшно просто есть желание намерение показать разные варианты на восток вот северный вариант я уже показал москва 40 год сейчас москва тюмень это через нижний новгород перми екатеринбург и в объезд перевала ура через уральские горы буду будем стараться снимать видео как в летние таки зимние периоды ну через кострому киров ехать я бы не сказал что страшно конечно дорога там местами упаси господь вот щебенка не щебенка как гребенка какая-то но тоже на видео сможете посмотреть москва соргут это видео разместил зимой конечно через кострому киров ехать будет помягче потому что снег выровняет немножко дорожное полотно и будет гораздо комфортнее наконец-то появился путник 81 где потерялся дружище где видео владивосток ростов благодарю особо за фотографии 629 километра чита чита хабаровск эту фотографию сделал на рабочем столе основной заставкой так что очень признателен за эти фотографии ждем ждем видео так путник 81 пишет похоже валентин следует из красноярска в иркутск только почему-то фото стеллы иркутской области выложены со стороны бурятии указатели расстояния до иркутска со стороны красноярского края но едет он запада на восток совершенно верно значит я уже разговаривал с валентином и сказал ему что видео рассматривают непростые люди знающие поэтому быть готов отвечать от на такие вопросы совершенно верно и двигается он в сторону иркутска но по времени он уже через час должен финишировать в иркутске но возвращаться будет поездом и значит объявление для всех я думаю будет интересным то что в группе вконтакте будут размещаться короткие видео короткие фрагменты там секунд по 10 может быть по 15 это практически будет в реальном времени то есть там где есть интернет сняв короткий ролик он будет размещать это вконтакте так что можете воспользоваться этим и практически в реальном времени но может быть с задержкой 35 минут вот но иметь представление о том где что происходит в данный момент кстати сейчас а забудь поставлена задача организовать прямую трансляцию с трассы из автомобиля насколько это получится сказать трудно потому что не везде интернет есть вот так что сейчас над этим вопросом думаю думаем присоединяйтесь в контакте группе ссылка ссылка вот есть видео москва тюмень вторая серия есть ссылка на нашу группу подключайтесь комментируйте задавайте вопросы и большая просьба делитесь видео со всеми мне необходимо поднять число просмотров в месяц буду за это очень признателен так и где же наш сергей из мурома сергей из мурома кажется так еще вадим дмитренко угадал маршрут прошу сообщить мне номер телефона на который я перечислю деньги на комментарии сергея из мурома ответил путник 81 сергей будет владивосток ростов во просто этот я чуть опередил наверное просто объем работ очень большой заснято около 120 часов видео 1 терабайт памяти это будет примерно 40 серий по одному часу с ускорением в три раза и как ты думаешь сколько надо будет времени потратить сделать такую одну серию загрузкой на ю тубе плюс к этому всему слайд-шоу 13 роликов по 230 фото в каждом тоже время надо а комп не такой шустрый как хотелось и это при всем то что переезд на новое место жительства проблем и забот хватает благодарю путник 81 я с пониманием отношусь это займет обработка если учитывая мои скорости мои темпы обработки видео но это займет месяца два наверное не меньше терабайт памяти откровенно говоря маловато наверное качество видео там немножко другое чем которые размещаю снимаем мы на датакам у нас примерно от красноярска до иркутска примерно 700 гигабайт качество очень высокая но это для архива это для архива в общем путник ждем я с нетерпением тоже жду это видео очень интересно посмотреть потому что есть владика давно не ездил так на этом комментарии информация больше ничего не вижу никаких новых сообщений так вадим дмитриенко написал александр вы скиньте ссылку на группу на группу в описании под видео так удобнее будет да разместили уже две ссылки есть так что выходите в контакте и напрямую с ним общаетесь я думаю тоже буду подключаться к этому разговору надеюсь что это будет интересно всем а ну а теперь далее по трассе и нормально но как подъезжает да нормально все этот во владимирской области небо было затянуто а вот сейчас вот да уже это уже голубое небо единственное вот сейчас еду и думаю блин вот через Нижний Новгород насквозь проехать или по объездной 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 впереди мобильный пост ТПС ограничение 60 не знаю тут дилемма такая да вот знаю тоже да и светофор и пробки и все вот а объездная она ну намного длиннее получается да видел я уже был не один раз в нем ну вот не знаю сейчас есть еще время этот подумать принять решение километров 100 ну да да я периодически прокладываю он то так то так пока что за вас не стоит и через город нормально ну так средняя ну а где этот взлетел каскадер за рулем ну так, не особо, не помню ну посмотрю, повсматриваюсь если более подробно, более точно скажешь просто если километрах в семидесяти, то у нас на километрах в двадцать и тридцать взрослых ну там не то, чтобы на него не налепили, а такую желтую бочку пластмассовую поставили в принципе этот, ну, есть знак, что нужно в сторонку почему? там плохо было? а, ну что-то, что-то да, было такое применение да, пофиг у меня тут с утра ситуация с таксистом была, потом посмотришь да, этот, по Бесединскому шоссе, вот эта вот петля где выезд на МКАД круговое движение, где постоянно этот ну, стоит вот я еду по прямой, по главной он выезжает с МКАДа со съезда на Бесединское шоссе и лезет в наглую видит, я его не пускаю, лезет в наглую без поворотника, без ничего ну, короче, я ему там посигналил он окошко открывает, начинает орать, что-то я на него в ответе вот вообще, блин, дружище правила, знаешь, не знаешь я знаю да, конечно, Хач да, я, я я знаю правила, я говорю ну и что, ты же должен был пропустить ты выезжаешь со съезда со второстепенной на главную и что, ты должен был просто пропустить ну, что-то там этот, закрыл окошко уехал, ничего не сказал я, короче, позвонил в Яндекс оставил на этот, на него заявку на неадекватное вождение и позвонил еще в 112 в ГИБДД сообщил тоже неадекватное вождение госномер его этот, ну, сфотографировал машину этот, в ГАИ сообщил его госномер ну, не знаю, я думаю, его сегодня в течение дня в Москве поостанавливает да, я говорил ну, да, они, 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 они человеческого языка не понимают на них нужно просто вот по, по закону воздействовать, чтобы им закон учил и наказывал и он, причем вот, передо мной как бы влез без поворотника без, ну, в наглую, да, влез только я с ним поорался он перестраивается в соседнюю левую полосу но, опять, без поворотника, без ничего просто тупо в наглую ну да, и, ему и нужно и у него нужно отобрать этот Hyundai Solaris и выдать и шака и отправить в горы если ездить не умеет так и с чем ну да ну вот, вот, вот так вот ситуация немножко это утро подпортило там, где то час я без настроения была потом нормализовалось начало заниматься делами Да зачем, зачем, не зачем, я думаю Да таких ситуаций, знаешь, море каждый день Да нормально все Во Владимирской области, не только длиннобойщики Во Владимирской области вообще все бешеные Они летают на таких скоростях И вот я не знаю, им камеры все равно, не все равно Может они не платят штрафы Не знаю, какие-то это Я вот сколько уже, года, лет 5 наверное уже Как обратил на это внимание и с каждым разом только убеждаюсь Когда они в Москве, я вижу там 33 регион Или на трассе 33 регион Сразу заметно неадекватное поведение Справа, справа, справа дом такой разрушенный уже все это Крыша провалилась Складывается потихоньку Ну да Ну в какой-то населенный пункт въехал, что-то не посмотрел И когда, и в лево, и в лево Что-то я думаю Вылетел из права Ну сейчас вот на выезде будет Посмотрю Вот в общем так все хорошо, все нормально Еду Не, вчера не заправлялся, сегодня с утра в этом Он в Московской области еще в районе Ногинска заправился Ну нет, не без, ну по МКАДу, да По МКАДу без пробок В районе Балашихи, вот на Горьковке постоял Из-за ремонтов Постоял на этом, с Бесединского на МКАД постоял совсем чуть-чуть Ну так, 10 минут там потерял, 20 минут там потерял Да, нормально, абсолютно Постоянно Этот Кирилл Хуктопс от Юлька отводила О, тут надо Натально Молом Молом Покıyoruz Стану Но с брасони я еще, наверное, не совсем проснулся. Это я разговаривал с ним по телефону. Поэтому вы слышали только его голос. Да нет. Да нет. Не видно никакого. Слева по ходу росла реки Клязьба. Кто? Да ничего не нормальное. В Московской области уже не было связи. Я проверяю там. Ну частенько я же телефоны звук фактически не выпускаю. Постоянно проверяю связь. То есть, то нету, то есть. Ну, на подъезде к каким-то городам связь есть. А вот на трассе между городами, да вообще никак вообще. Порой и сотовая связь пропадает. Про интернет вообще молчу. Переходите на мегафон. Я неоднократно проверял, тестировал. У мегафонов самый лучший роуминг. Так, связь по всей России. Сейчас вроде бы Теле-2 начинает. Впереди город. Ограничение 60. Бурно развиваться. Но пока Теле-2 уступает мегафону. Трасса М7. Маршрут Москва-Тюмень. Митина проехал. Да. Да, на севере Москвы. Щас, щас, щас. Секунду. Секунду, секунду. Впереди город. Ограничение 60. Алло. Да. Въезжаю в Крутого. Ну, если будешь там отслеживать по карте, где еду. Кстово сразу за нижним. Ну, там, там набережные Челны еще по пути будут. Да. Ну, где-то там, недалеко они. Может, не набережные Челны, а сейчас посмотрю, не помню. О, и Чебоксары. Чебоксары, правильно говорить. Я сам недавно узнал. Впереди город. Ограничение 60. По-моему, в Википедии вычитал. Ну, да. Блин, вот опять фура несется. Вроде в город въехали. Должно 60 ехать. Он километров 90, наверное, пронесся. Да. Да. Через населенный пункт. Он вообще даже не это. Даже не думает оставлять притормаживаться. Он как топит, он так и топит. А потом удивляемся, почему жуткие аварии в зимнее время, особенно профессионалы в кавычках. Кому? Кому? Да, я думаю, его гаишники сегодня подергают, помучают, поостанавливают. Я объяснил, что вождение неадекватное у него. Ну, его там начнут проверять, я не знаю, там на алкоголь, на наркотики. Слышки на маркетинге. Шш. Да, да, да. Да, хорошо. Хорошо. Да, хорошо, хорошо. Ну, давай. Да, конечно. Хорошо. Давай. Так, с левой стороны по ходу Гороховец. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 60. Проезжаем Гороховец. Впереди мост через Клязьму. С левой стороны русло уходит право. Да. – Попробуй. – Попробуй. – Попробуй. Продолжение следует... 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 надо будет поинтересоваться датакам 8 имеет две камеры одна спереди другая сзади имеет выносной gps приемник и встроенный радар-детектор буду с нетерпением ждать если еще не поступил в продажу чтобы такой гаджет приобрести замечательная вещь можно устанавливать две карты по 256 гигабайт каждая почти 512 гигов записи короткие заторы это дороги ремонт дороги с левой стороны населенный пункт новосмолинский с правой стороны по ходу впереди смолина и 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 осень. Некоторые деревья уже желтеют ранние осени. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 90. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 90. Впереди мост через речку Ремна, вторая река. Не могу прочитать название. Продолжение следует. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Впереди появится возможность оперативно общаться с информацией о трассе практически в реальном времени и в то же время из-за окна поезда. Рассчитываем вести съемку из окна поезда. Одна попытка была не очень удачная. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 90. Съемку провели, но из-за того, что GPS-приемник не смог позиционироваться, трудно понять, где едешь, куда едешь. Видео есть, но без позиционирования. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Делитесь. Стоит задача расширить аудиторию. Расширить аудиторию в надежде на вашу поддержку в этом плане. С левой стороны походу населенный пункт Пыра. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 60. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Впереди мобильный пост ДПС. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Просматриваю статистику канала. Показали, что здесь показаны только те пользователи, которые не вскрыли информацию о своих подписках. 2033 Количество видео Которые размещены к этому времени Составляет 1631 Ролик Впереди мобильный пост ДПС Контроль скорости Ограничение 90 Никаких комментариев и сообщений к этому моменту нет Великолепная погода Как можете наблюдать Чистое небо Сухой асфальт Великолепная разметка И движение разделено отбойником Великолепная разметка Что-то затихли в салоне автомобиля. Что-то затихли в салоне автомобиля. Что-то затихли в салоне автомобиля. Так, приближаемся к Нижнему Новгороду. До Нижнего осталось примерно километров двадцать. Меньше, гораздо меньше. Доеди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Километров десять, пятнадцать, наверное. Правый поворот впереди это в объезд Нижнего. Но, как вы уже знаете, движение пойдет через город. Вот здесь на повороте в сторону Казани. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение девяносто. На углу есть автостоянка. Написано 24 часа в сутки. Так вот, легковые автомобили туда не пускают. И вообще поведение охранников на этой стоянке вызывающие наглое... О котором я только что говорил. Не знаю, сколько там, но меньше километра. Но, в общем, решили все-таки ехать по объездной Нижнего Новгорода. Не буду заезжать в город. Вот принимают решение двигаться через город. Или через город. Пока еще есть время подумать. Поеду через город. В городом полюбуюсь. Впереди город. Ограничение 60. Не знаю, медленнее, немедленнее получится. Но поеду через город. Вот заодно и проверим. Сейчас показывает прибытие в 20.39. Так, а если бы ехал по объездной, в 20.07 показывает. 20.07. 20. Полчаса, короче, разница. 20.39. Так, вот место, куда нас не пустили переночевать тогда. Да, справа. Видите ли, только для грузовых машин. Вот уходит на объездную дорогу. На право. Я решил через город все-таки. Впереди город. Ограничение 60. Ограничение 60. Так, по объездной показу, в 20.07. Он заполнится. Впереди город. Ограничение 60. Орловские дворики. ДПС. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 60. Орловские дворики. 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 Продолжение следует... Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 60. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 90. Продолжение следует... Впереди город. Ограничение 60. Привет, Нижний Новгород. Впереди камера. Контроль проезда на красный свет. Ограничение 60. С Московского шоссе на Кузбассскую улицу. Кирг Синий Арухио. Ограничение 69. Контроль. 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 Продолжение следует... Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 60. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 60. Впереди камера. Контроль проезда на красный свет. Ограничение 60. Ограничение 50. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, до ленты я еще не доехал, я останавливался тогда... Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости, ограничение 60... А форум здесь можно, получается, днем ездить? Продолжение следует... 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 Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 60. Продолжение следует... 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 Впереди мост. Через реку Ака. Впереди камера. Ограничение 60. Впереди камера. Контроль проезда на красный свет. Ограничение 60. Камера красный свет. Камера на полосу, я так понимаю. Впереди у нас... Мызинский мост. Через реку Ака. Далее Ляхово. Ждановский. Густово. Наваликеево. И дальше уже пошло. Там придется нам впереди еще в районе Нева, Летнево, Лысково. Сделать крюк километров. 28 километров. Дабы не стоять в пробке. Там, видимо, тоже ремонт дорог. Будем объезжать. Под нами сейчас река Ака. Вот она. Широпкая. Видно, не видно, не знаю. Впереди камера. Ограничение 60. Ремонтирует мост. Насколько я знаю, в Нижнем Новгороде уже построен новый мост, который ведет там, ну, в сторону Кирова. А это мы по-другому выбираемся. Красиво так на склоне березки растут. С правой стороны. Да и слева, в принципе, то же самое. Впереди камера. Ограничение 60. Впереди плохая дорога. Ограничение 40. Ограничение 50. 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 Так, это у нас улица Ларина Здесь тоже уже был неоднократно Впереди камера Ограничение 60 Дороги, могу сказать, в Нижнем Новгороде Они, конечно, без ям, без выбоин, без колдобин Но с хорошей такой колеей То есть не очень приятные Ровные, но с колеей Субтитры делал DimaTorzok Сейчас впереди, насколько я помню Не помню, где именно Фукстова или до Фукстова Но на выезде, в общем, из Нижнего Ходит двухполосная дорога И светофоры очень частые Казань Прямо Проехали нижний Аудио было Оригинальным Через короткое время Подъедем К стову И опять-таки Движения через к стов Будет без ускорения Камера в спину Ограничение 60 Субтитры делал DimaTorzok Ограничение 60 Это улица Ленина М7 Пошла на обход Нижнего В сторону Казани Сейчас движение по улице Ленина Так, по крайней мере, показывает карта С левой стороны Русло реки Рахма Впереди камера Ограничение 70 Нижегородское кладбище С правой стороны Магазин Мега Как-то так Бензин у нас еще на 285 километров Проехали около 430-440 километров С левой стороны Ждановский И речка Черная Ну, Ждановский, наверное, и Сапус Надо полагать так С правой стороны К трассе приближается Железная дорога И вдоль трассы С левой стороны По всей вероятности Будет видно Зеркало Зеркало воды Это Русло реки Рахма Не знаю, видно будет или нет Но если заметите Это Русло реки Рахма На этом комментировать заканчиваю Желаю комфортного просмотра Впереди камера Ограничение 90 До следующей серии Пишите комментарии Задавайте вопросы И подписывайтесь на группу ВКонтакте Субтитры сделал DimaTorzok Впереди плохая дорога Ограничение 20 Дорога хорошая В Кстово Переезд через лежачий Давай через ЖД пути А дорога ровненькая Без колеи Даже лучше, чем в Нижнем Новгороде Ну, видимо, недавно положили только Только-только положили Или, может быть, потому что фуры В объезд уходят Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ехать нам до места осталось 412 километров По времени 5 часов 40 минут Вот, кстати, выехали из Нижнего мы Нам показывает на данный момент Время прибытия в 19.59 Ну, 8 минут отыграли То, что не по объездной поехали А по А по городу Но 8 минут При таком расстоянии Вообще ни о чем Эти 8 минут потеряются Что-то даже не заметишь Да, вот эту дорогу к Столу я не очень люблю Все равно поехал отсюда Не по объездной, а отсюда Что вот здесь вот полно светофоров Дорога узкая Светофоров полно И стоишь на каждом Чуть дальше я вон вижу По навигатору, где Заканчивается объездная Нижнего Новгорода Где мы должны были выскочить Вот там мы и замерим Точное расстояние Как лучше было ехать По объездной Или через города Мне в любом случае через города интереснее Не вот этот вот монотонный пейзаж По объездной Дорога, фуры Заправки, стоянки Деревья, поля Хотя бы дома Какие-то Перекрестки Машины Памятник вон стоит Ленину Справа площадь Ленина Мне вот так вот Через города Все-таки Интереснее Ездить Хоть и со светофорами Памятник вон стоит Памятник вон Памятник вон Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости Ограничение 60 Нормально Где светофор Где знак стоп По идее Должны были там остановиться Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости Впереди мобильный пост ДПС Ограничение 60 Все Выбрались мы Из Пустого Впереди у нас В районе Лыскова По-прежнему Стоит Поэтому мы будем Объезжать Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости Ограничение 90 Ограничение 90 Ограничение 70 Ограничение 90 Так, вот здесь вот мы должны были с объездной съехать. Впереди опасный поворот. Ограничение 30. Ограничение 30. Ограничение 30. Ограничение 30.